Аж хрустят, давненько мы их не выворачивали. Дорогие мои, поплавок-то, поплавок мёртвый, ребят. Боже мой, почему уровень нормальный? Вот кто мне скажет, пошла обработка. То есть, чтобы она везде брала, а песочек бил, я вот тут по кругу немножко. Ну что, так, вытаскиваем и смотрим, ребят. Попал в канал, и что делаю я? И, видите, да, ушёл. Самое главное, сейчас мы с вами займёмся сердцем, трамблёром. Друзья, всем привет! Вы на канале Владимир Шинарёв, дневник автодиагноста. Ну, как всегда, очередная страничка моей работы. Вот, приехала шестёрочка. Какого года она, будьте добры? 90-х. 90-й год, ребят, представляете, какой праздник, да? Расскажите, что вас привело сюда, какие у неё проблемы, будьте добры. Проблемы с карбюратором. Ну, давайте так, это проблема, что с карбюратором, что с зажиганием. Не понять. Вы расскажите причину, что у вас. Ну, причина, то, что обороты прыгают. Скачут обороты. Какой? На холостом ходу или во время движения? На холостом. На холостом плавают, да? Сказали, заводится плохо. И когда нагреется, вообще охренел. На горячий, плохо заводится, да? Тянет более-менее нормально, да? Ну, тянет вроде немного. Ну, признаки, это признаки богатой смеси. То есть, я объясняю, о чём суть. Нет, нет, понятно дело, что когда заезжали, запах был жуткий, да? Да я сам видел, чёрный дым. Видел. А вы, говорите, ехали, задыхались, да? Да, скорее всего. Я по Горькову думал, быстрее доехать. Вот так вот. Так что, ребята, вот сейчас давайте займёмся. Ну, будем говорить. Давайте посмотрим, что можно, чем можно помочь. Я думаю, что поможем. Ну, дай бог. Ну, как? Куда мы денемся? Наша? Завтра бабка уже уши аж зазвенела, и в сад ехать. Так что, ради бабки. Давайте, друзья. Она со своей капустой. Сейчас, ребята, вот тут барашки, как говорится, ещё загнут так интересно. А до этого на чём ездили? У меня сгорел гараж, у меня сейчас машина. Мой хороший. Шестёрка была тоже. Вот ещё раз, да? Не говори. Сейчас ни гаража, ни машины. Вот она, счастливая старость. Вот так. Частливая. Ну, поработайте-ка 40 лет, а? Я вот клиентам показываю, мне неудобно, но ради моих уважаемых друзей и клиентов. Видите, как удобно. Один взмар говорю, и 5 оборотов. Проткрутить не надо. Ну, так вот, поэтому в этом-то и прелесть, что мне не лень лишний раз. Но не получилось, я ещё раз разберу. А вот я себе крутила твёрткой, хрена лысого был. Будьте добры, пожалуйста, подсос до конца уберите. Товарищ приехал на подсосе, ребят. Уберите, пожалуйста, подсос. Вот, видите, как молодцом. Всё. Нет-нет, бывает, что неправильно стоит, неправильно отрегулированной тяги. Здесь всё хорошо. Нет, просто подсос был, потому что без подсоса она не ехала. Она плавала. Вообще, то есть холостой ход был жуткий, да? Ну, всё понятно. Вот так вот и получается. Ну, не получилось. Что-нибудь там раз разобрал, поправил. Понимаете, как? То есть удобство в работе, это самое главное. Друзья, снимаем телескопическую тягу. Ну, вы знаете, как это. Снимаем тягу, вытаскиваем карбюратор. Очень важный момент, ребят. Вот эту тягу я снял телескопичку, поняли? Да, поняли. Давайте теперь протянем его по диагональке сначала, ладно? Сначала, ребят, по диагональке, поняли? И последний. Вот этот, хорошо этим ключиком удобно очень работать. Я его накидным, видите, как удобно. Просто, просто праздник, ребят. Вот так подтянули. Уровень-то карбюратора идеальный. Я сейчас клиенту объясняю, смотрите. Вот он, пол полочки. Вот смотрите, вот верхняя полочка, вот наклонная полочка, да? Вот вверх. Вот низ, дорогие мои. А вот середина. То есть уровень-то идеальный. Здорово, это уже хорошо. Теперь смотрим ускорительный насос. Видите, какая шикарная, шикарная, полноценная струя бьет ускоритель. То есть сюда я уже не полезу. И единственное, что я делаю в таком случае, я беру вот так вот и делаю подтяжку. Вот так вот вставляю в шлицы и делаю подтяжку. Все, ребят. Ну, обычно, когда слава подтянута, вот здесь бензин выходит. То есть у вас все хорошо. Беру клизмочку, смотрите. И вот отверстие переходной системы. Я чуть-чуть заглатываю бензинчик, чуть-чуть буквально. Накрываю канал и в него прыскаю, ребят. И вот смотрите, вот он вышел. Вышел бензин сейчас еще раз. Так, не попал, зайка. Что такое? Ребят, вот и проблема. Вы видели, не нажимается, ребят? Вот и проблема, ребят. Жиклер засоренный. Вот очень редко такое бывает. Вот вам и, вот вам, пожалуйста, ребят. Вот этот жиклер нерабочий. Видите, отверстие. Бензин стоит, не уходит. И нету продува. Вот так я проверяю переходную систему вторичной камеры, ребят. Жиклер этот обычно всегда чистый у меня. Вот смотрите, я выворачиваю. Не машина долго стояла, иначе. Нет, нет, но я же очень долго. Причем здесь? Вот этот жиклер, ребят, скорее всего, забитый. То есть должно топливо выходить. Смотрите, я сейчас беру, набираю чуть-чуть бензинчика, накрываю. Ребят, просто отверстие забито, верхнее. Сверху грязь. Сейчас мы его прочистим. Понимаете? Вот редкий случай такой бывает. Вот я накрыл его. А я еще думаю, почему не идет бензин. Видите, вот даже не проходит. Да, 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 да. Вот, пожалуйста, редкий случай. Это, можно сказать, я скажу даже откровенно, за мои 37 лет работы, первый случай, когда этот жиклер забитый сверху. Беру специальную проволочку. Вот, пожалуйста, мои дорогие, представляете? Так, не лезет. Видите, оба, вот он прошел. Представляете? Ну, все. Сейчас мы его продуем. Ну, что, значит, я здесь прочистил, да? Жиклер 60-й стоит. То есть, с этой стороны должен быть 60, с этой стороны жиклерчик такой точности. Все такое, только у него, это самое, номинал 60 у этого, у этого 50 холостого хода. И вот, смотрите, все я прочистил, слава богу, отверстие чистое. Вот здесь отверстие было чистое. Еще раз продуваем. Так, я уже посмотрел его, отверстие чистенькое было. То есть, проблема была, вот здесь грязь сверху, ребят, попала. Вставляем его в держатель жиклера, так называемый держатель, и заворачиваем назад, ребят. Затяжка обязательно. Давайте проверим. Теперь, смотрите, опять та же самая клизмочка, опять тоже самый бензинчик. Смотрите, льем сюда. Видели? Да. Вот, ребят, вот он, он вышел туда, ребят. Теперь давайте сюда. Вторая камера, первичная камера, точнее, вторая камера, но она первичная. Смотрите, ребят, видите, выходит. Здесь проблема в каком плане? Вот она выходит, тоже стоит. Ура, ура. То есть, заслонки все правильно. На карбюраторах ОЗОН система холостого хода называется АСХХ. Автономная система холостого хода. То есть, заслонки должны быть закрыты герметично, даже бензин держать, вы видели. Но, а топливная смесь, топливная воздушная смесь, приготовляется по отдельному каналу, который выходит отдельно под заслонку, ну и регулируется винтами качества и количества. Холостой ход жиклер-то я проверил. То есть, он насквозь прошел, уже здорово. То есть, значит, здесь чисто, в самом жиклёре чисто. Теперь выворачиваем. Кстати, это, по-моему, открученный был. Убираем в сторонку. Мы берем зубочистки. Вот такую сделал непроливайку, потому что они часто падают. Там простой залитый, вот если вы посмотрите, там залит простой карбоклинир для чистки карбюраторов. То есть, он хорошо, этот состав очень хорошо очищает. Ну, будем говорить, смолы. Вот я так вот беру и прочищаю, ребят. Ну, просто прокручиваю. Вторичную камеру, первичную. Обычно вторичная камера. Представляете, сколько лет не чистилась? Смотрите, ребят. Так я поэтому говорю. Видите, вот это чистая всегда камера, видите? А теперь давайте во вторую зайдем. Смотрите, во вторую камеру. Уже вторая спичка. Вот первая была. То есть, вторая сторона. Вот, смотрите, еще черная. Выбрасываем, ребята. Слава богу, зубочистки теперь есть. Раньше я точил, спичечки точил. Смотрите, ребят. И вот, пока не захрустит. Друзья, еще надо, представляете, да? Еще надо, ребят. Вы понимаете, да? То есть, вот так вот, ребят. Вот так вот. Ну вот, уже чистенько, да? Чистенько. Сейчас я маленько продую, чуть-чуть. Вот, еще одну уберем зубочистку. А раз же клер, ну понимаете, грязный, у него сечение другое. Естественно, он не будет свою функцию выполнять правильно. Правильно, ребят? Поэтому я это. Вот, ребята, чистенько все. Теперь, самый грязный, обычно вот этот. Не тот, а этот. Но я представляю, что сейчас будет с этим жиклером. Да. А здесь холостой ход намного меньше, тоньше отверстие, чем, будем говорить, в главном воздушном жиклере. Вот, видите, захрустело. Вот теперь у меня, поняли? Металл, палочка по металлу, ребят. Теперь у меня чисто. Почему я делаю это после того, как я вывернул жиклер, друзья? Ну, он просто, иначе спичка будет в него упираться. Следующий этап, что мы делаем? Мы просто берем и жиклеры выворачиваем. Ух ты, как давно они не слышите меня. Они же со скрипом аж. То есть, я просто их раскладываю пока, ребята. Не гляжу даже, не просматриваю, какие они. Ах ты, сейчас, аж хрустят. Давненько мы их не выворачивали. Теперь надо вытащить нам эмульсионные трубочки. Так. Не так это просто. Иногда бывает сделать, иногда бывает и невозможно, ребят. Настолько сильно завернуты они. Ребят, давайте так. Я не буду ломать дальше. Почему? Объясняю. Я по молодости, с усердием, как говорится, барана пытался их вытащить. И представляете, я обломил вот здесь. Поняли меня, да? Обломил. Он остался там. И чтобы мне достать трубку, как достать ее было? Мне пришлось разбирать карбюратор, оттуда высверливать, выбивать оттуда и потом заделывать отверстие. То есть, поэтому больше так рисковать, ну, я будем говорить, не хочу. Но я сделаю все путем, не волнуйтесь. То есть, здесь специальная сверлышка вот такая вот, подобранная под эту трубочку. Вот я беру и, будем говорить, прочищаю трубку прямо там. Если там, ну, видите, довольно чисто, ребят. Вот видите, да? Не так уж и грязно. Ребят, вторая. О, а бывает, что с прохрустом аж грязь туда вылазит с камушками. Видите, вот, маленечко есть, но немного. Всякое было в моей жизни. Ой, он даже трубки не почистил. Вот как раз, ну, делайте, как хотите. Я делаю. Так, грязь вот, понятно, там есть, да? Очищаю. Нет, 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 оказывается, не было грязи. Нет, это оказывается, просто след такой, понимаете? Нет, ребят, вот, и видите, заодно я защищаю. То есть, у меня трубочка работает, как, как этот, как скребок. Теперь включили вентиляцию. Сосет хорошо, ребята, мне это жизнь спасает. Все, и продуваем. Продуваем еще раз отверстие. Вот эти все точки, которые надо только и продувать. И сейчас выверну жиклеры. И вот теперь уже они сухие у нас, топливные. Ну, понятно, чтобы в бензине не купаться. Помейте меня. Это что же, ребят? Кожа, кожа, это же тоже орган, как печень, как сердце. Вот я разложил жиклеры. Обратили внимание, это холостого хода вот лежит. То есть, я не глядел их, я просто их разложил. А вот теперь я буду заниматься анализом, что за жиклеры. Ну, во-первых, сразу хохмочка. Жиклер стоит алюминиевый. То есть, явно кооператив стоит жестокий, да? И сейчас даже посмотрим наименование. 125-й, ребята, клянусь вам. 125-й, друзья, ну это помойка. Это вообще. Это с первых выборов, с первых копеек. Он на мне идет, ребят. Поняли меня, дорогие мои? Дальше, смотрите, этот должен быть. Этот жиклер был не 125, ну, поверьте мне. Он должен быть 107. Вот карбюратор ВАЗ-2105. Видите? ВАЗ-2105. Значит, жиклер должен быть в первичной камере стоять топливный 107. А во вторичной стоять 162. Понимаете, стоит 125. То есть, вот вам, пожалуйста, уже расход бензина. Поняли меня, да? Значит, вторая должна быть 167. Смотрим жиклер вторичный. Ой, 162, ребята, забыл. 162 правильно. То есть, вторичная камера, у нас жиклер правильный, топливный. Теперь берем с первички. Ну, вот первая, вторая камера. Берем воздушный жиклер, первичная камера. Ребят, 150. Должен стоять 170. На пятом карбюраторе стоять должен 170. Стоит 150, друзья. 150. Понимаете, нет? Вот я же... Вот этот тоже должен стоять 170, ребят. О, а этот 170, друзья. Ну, вот как? Вот как вам это ассорти, дорогие мои? Так, значит, я, значит, 150 убираю, поняли меня, да? 125 алюминиевый. Берем 107, вот этот жиклер берем, да? И ворачиваем первичную. Вот мы ворачиваем сюда. Давайте накидывать жиклеры теперь. Все замечательно, друзья. Вот они, мои хорошие. 107, первичная камера. Вот она пошла у нас, друзья. Первая камера у нас пошла. Давайте я даже заверну, чтобы вам... А то скажите, там что-то мужик халтурит. Вот я заворачиваю, продутые все, каналы, заворачиваю, жиклер. Так, второй беру 162. 162. Вот он, пожалуйста, мои дорогие, 162. Вот, заворачиваем. Вот я его из всякого шулерства вставлю во вторичную камеру. Вот такая каша была. Чего попало, лепили. Чего попало. Поэтому он и... Я, говорит, его лепила из того, что было. А потом еще, говорит, и полюбила. Да? Все, ребята, сейчас, эх ты, не попал шлиц. Ну вот и все, другие мои. Все, мои дорогие. Все, мои дорогие. Вот как там резьба. Вот так плотно должно быть, ребята. Иначе смысл жиклера теряется. Если жиклер не прилегает к седлу полноценно. Так, ну и воздушный. Теперь вы уже знаете. 170. 170. Второй смотрю. Может получше видно. Делают-то плохо. То есть уже не завод. Ну, пожалуйста, ребят. 170. Вот так вот вставляем. 170 теперь. И 170. Новенький поставим. Гулять так гулять, правда? Конечно. Конечно. Хозяин такой. Конечно. Бабка не ворчала. Ой, ой, ой. Бабку-то уж думаю, что... Уж думаю, кого-кого бабку-то мы сможем порадовать. А то она уже сегодня меня езжает. А то завтра в сад ехать надо. Ага, попала. Там грязь новатенькая. Слышите, да? Слышите. Мои дорогие, вот так вот, мои хорошие. Все. Зашел. Даже маленько ему дам задний ход. Чтоб ему было потом легче открутить. Поняли? Да, я понял. Просто так, что сделал там и наплевать. Теперь второй. Ребят, пока он до конца не закрученный. О, второй, видите, получше пошел. Но все равно. Все равно тут. Звуки. Кому нравятся звуки об стекло, слушайте. Давайте посмотрим. Жиклер холостого хода. Так, что мы здесь. Помните, где должно быть 50. Вытаскиваем его. Ну, сейчас мы все равно продувать его будем. 50, ребят. 50. Может быть, так будет видно. 50, ребят. Все, продуваем его обязательно. Конечно, не над карбюратором. Зачем нам туда лишнюю грязь? Ну, и далеко ходить не надо. Так, дальше. Может, их новые, скажите? Не надо. Уж лучше заводских. Вы поняли меня, да? А, ну, понял. Не надо, мой хороший. Кто-то мне скажет, что все-таки жиклеры там портят от времени. Я скажу, ничего им. От водички и от воздуха им ничего не делается. Понимаете? С этим я не понял. Если бы там камни скатывались бы, я бы сказал, да, ребят. Износ страшный. Давайте поменяем. Ничего. Но заводское, друзья мои, это качество. Да, конечно. Тут уже к бабке не ходи, мои хорошие. Вот так. Как зубки заблестели, а? Блин, мы ему золотые вставили. Как положено. Ну, вот так, друзья. Что сказать вам? Здесь я победил. Так, друзья. Ну что, давайте поиграем теперь с нашу игру. Называется крышка. Ну, слава богу, жиклеры на месте. Коностата. Смотрите, да? Я их все время забиваю. Потому что они имеют тенденцию выпадывать. Тягу пока убираем. Ну что, уважаемый Виктор, видите, да, следы? Это вода была по плавковой камере. Поняли, да? Видите, как вода? Понятно, да. Дальше, ребят, посмотрите, какой уровень. Вы понимаете? Смотрите, что делается. Вы поняли? Видите, не пролазит щуп. Щуп не пролазит, ребят. То есть уровень очень высокий. Почему странно, я когда снимал, был нормальный уровень? Это меня уже удивляет. Вот понимаете меня, да, ребят? Сейчас это двину его. И второй зазор. Второй зазор тоже есть. Есть неправильно второй зазор. Поэтому мы его... Это делается с подгибанием вот здесь язычка. Вот этого язычка. Вот этот язычочек. Ну, я понял. Да, 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 понял. А как же? Как вы не поняли? Мне все понимают. Мне по-другому нельзя, друзья. Мне должны понимать. Ну, вот еще маленько, чуть-чуть. То есть практически. Дело вот чем. Вот этот зазор второй, ну, в принципе, он не такой важный. И, в принципе, с завода он идет маленько, будем делать. Ну, разгильдяйский. Но для меня чем это важно, ребят? Для меня это важно тем, что это мой почерк. Что я его делал. Когда я вижу, что неправильно. То есть это просто мое правило. Делать, чтобы потом никто, никто не мог сказать. Да, это ты делал. Я, как если я делал, если я это не делал, друзья. Ну, вот смотрите. Поэтому мне и порекомендовали его. Спасибо огромное. Вот, ребята, видите зазор, да? Вот, пожалуйста, зазор, ребят. А вот второй зазор, ребят. Вот второй зазор. Видите, да? Это второй зазор неважный. Но вот это просто, это вот заводской калибр. Это просто мой почерк. Смотрим с вами, ребята, иглу. Значит, здесь я эти не промываю. Фильтрики просто протягиваю. Видите, слабенько было? Было слабенько. А вот иголку, для иголки у меня очень важное отношение к иголке, ребят. К иголке я отношусь сумасшедшей. С ответственностью обалденной. Эх, как-то забили ее неправильно. Видите, сколько торчит. Как-то ее тут... Так, убрали, положили. Дальше что мы делаем, ребят? Дальше я поднимаю. Друзья мои. А там... Тихо. Булькают. Дорогие мои. Поплавок-то. Поплавок мертвый, ребят. Боже мой. Почему уровень нормальный? Вот кто мне скажет? Вот у меня их. У меня их, не знаю сколько, штук, наверное, 20. Вот они. Все булькают. Вот они. Друзья, я скажу вам так. Значит, когда я, будем говорить, начинал... Ну, это 87-й год. Я начинал профессионально заниматься карбюраторами. Чтобы жигули, хоть какая-то поплавок... Мысли не было. Москвичи, москвичевские карбюраторы 126-й Н и Волговский Г, там были другой конструкции. Те оттекли. Но чтобы жигулевский, перестала держать пайка уже. Время, ребят, никого не щадит. Давайте поменяем поплавочек. Вот. Ну, прежде чем я поплавочек, поняли, да? Вот я вам сейчас дарю хозяину. Потрогайте сами. А зачем он мне? Бабки? Классно. Бабки. Вот скажи, там будем бабки складывать теперь. Скажи, вот твои деньги. Да, друзья, значит, теперь самое главное, ребят, выработка иглы. Очень важный момент, ребят. Вот так вот. Выработка иглы. Ребят, игла, выработка, очень сильная выработка иглы. То есть след, вот этот блестящий след, говорит о том, что игла терлась оседло, и получилось, что очень большой след выработки. Это тоже недопустимо. Эта игла считается уже негодной. Ну, поплавок, вот он сухой. Друзья, что делаем? Мы с вами сейчас что сделаем? Мы сделаем сейчас ее отреставрируем иглу. Как это делается? Я вам сейчас покажу. Как я делаю это тысячу лет. Это я делал и в 90-х годах, когда не было запчастей, и сейчас, когда уже нет запчастей. Продуваем. И идем. Куда идем? Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. За мной! Так, друзья, вот здесь такой вот у меня. Внимание, работа проводимая. В отсутствии клиента оплачивается. Ну, это юмор, конечно. Но он такой, будем говорить. Это так вот. Везде в присутствии клиента. У меня в отсутствии клиента. Но я, конечно, шучу, я деньги не беру. Но просто это юмор. Вот, друзья, есть у меня такой хороший помощник у меня безумно, который мне помогает обалденно. Что он мне помогает? Где он мне помогает? Сейчас я вам все покажу. То есть, вот этот саночек мне помогает уже сколько? Лет, наверное, ну, как раз те самые 37-40 лет он мне помогает. Он у меня еще был, когда... Значит, что я делаю? Значит, заворачиваю седло. Именно заворачиваю. Не трогая ничего. В карбюраторе заворачиваю. Так, извиняюсь за звук. Дальше, смотрите, завожу. Это специальное перо. Оно заточено, ну, прямое. Не под конус там, не как сверло. Оно прямое. Я понял. Да, и теперь мы, смотрите, касаемся, касаемся, заходим, касаемся в упор, чтобы там ничего не нарушить. Вот я уперся, ребята, да. Смотрите, ребят. Вот я уперся. Вот я уперся, ребята. Так. Дальше я включаю станок. И смотрите, я что делаю. Я уберу буквально чуть-чуть, ребят. Вот, смотрите. Вот, коснулся. Чуть-чуть. Все. Все. Вот этого хода хватило, представляете, чтобы там, видите, стружка даже пошла. То есть, мне же надо, что ли, только фаску снять, дорогие мои. Мне же не задача просверлить насквозь, не только фаску снять. Ту выработка, которая там показалась. Ну, а нету сейчас игл, дорогие мои. Я покупал, у меня много игл было, когда было в магазине. Все, ребятки, смотрите, вот, смотрите. Там, видите, вот, теперь там вот этой фаски, которая обрабатывалась с иголкой, теперь там нету. То есть, заводская игла, будем говорить, теперь у нас новая. Пойдемте. Обязательно продуваем. Теперь продуваем здесь, ребята. Продуваем здесь, туда-сюда. Ребят, я не прочищаю этот фильтр. Почему? Потому что 8 атмосфер вычищает, ну, как говорится, все без проблем. Дальше что мы делаем? Заворачиваем. Заворачиваем наше седлышко на место. Обратите внимание. Я запомню, как стояла игла, ребят. Объясняю ситуацию. Игла прирабатывается, к сожалению, не как там клапан. Он с проворотом идет. И он равномерно вырабатывается. Иголка работает в одной плоскости, вы понимаете. И выработка у ней в одной плоскости. То есть, вот на этой игле. Но я запомнил, куда вот этот язычок у меня стоит. Я вот сейчас вам покажу, мои дорогие. Значит, это мы затягиваем. К сожалению, тоже было слабо затянуто. Понимаете, как. Так, затянули. Дальше я беру иголку. И я знаю, что мой почерк, и так стоял он. По направлению язычка, по направлению от поплавка. Вот так вот. Раз. Дальше вставляем сюда. Вставляем сюда. И вставляем оську. Почему она так тяжело выходила? Странно. Нет, заусенцев нету. Грязь. Нет, нет. Ну, какая грязь может быть там запрессованная? Ребят, вот почему я не люблю, когда люди мне забивают с этой стороны. Нельзя. Вот здесь посадка скользящая, вот в этом ушке. А там прессовая. Понимаете, да. А мне, ну, людям вот так вот удобно держаться. И они тянут в эту сторону. Расхреначивают. То есть, они протягивают ось через ушко. Прессовая. Тянут, тянут. Потому что он тяжело идет. Здесь-то оно скользит, должно прямо заскальзывать туда. Понимаете? Сейчас я вам покажу, ребят. Вот я вам сейчас, ну, маленько подобью. Видимо, уже. Вот, смотрите, ребят. Видите? Ну, то есть, легко идет. Довольно. Видите? Легко идет. Вот, она шевелится, ребят. А там прессовая. Не знаю, почему она была так. Вот, ребят. Вот и все дело. Теперь важный момент. Теперь мне нужно посмотреть. А не нарушил я какую-то герметичность. Смотрите. Я одеваю, ребят. Нажимаю. Ребят. Вот чудо. Держит. Почему? Потому что иголка в этом положении вырабатывалась. Понимаете? Ты посмотри. Если я сейчас возьму другое седло, то есть, у него уже выработка будет с этим уже другая. Выставляем все по новой. То есть, здесь как-то я не ожидал поплавок. Обычно очень редко же такое дело. Что вы думаете? А каждый день, что ли, поплавки? Нет, конечно. Последнее, что я делаю с крышкой, мои дорогие. Я вот здесь отверстие. То есть, вот этот канал, который выходит. Вот канал. Выходит, соединен вот с вакуумной камерой вот с этой стороны. Вот так вот. Видите, сюда он выходит. Ну, я понял. Да, ситуация такая. Как я проверяю? Я беру, нажимаю и держу, резко нажимаю. Зажимаю и отпускаю. Смотрите. Вы видели? Даже звук слышно. Зачем мне раскручивать диафрагму, которая проработала с 90-го года. Да, мы не знаем, с какого года. Понимаете, да? Она исправная. И она работает. Она еще проработает. Сейчас я поставлю кооперативную. Она через неделю. Вы знаете, ее делают. Иногда у меня приезжают машины, а у них диафрагмы сделаны из детской клеенки. То есть, они не массобензостойки. Да, конечно. Проходит буквально там 4-5 дней, она там неделя там, она ее разъедает, она негодная. Все, друзья, вот так проверяется крышка. Пожалуйста, сядьте за руль. И плавненько садить удобно. Именно очень важно. Удобно сели, а не так, чтобы сбоку, знаете, как удавят в эту нишу. Ну, понятно, там же ниша эта самая, арка карданная. И плавненько, плавненько, пожалуйста, нажимаем на газ. Плавненько нажимаем на газ. А мы смотрим с вами, ребят. Так, пошла первая камера. Пошла, пошла, открылась. Так, и смотрите. И теперь я нажимаю здесь язычок, я сейчас свет дам. Вот, смотрите, вот он нажал, да, я нажимаю, помогаю. Сейчас же у меня вакуума нету. Я что делаю? Я просто пальцем помогаю. И видите, заслонка открывается и полностью на 90 градусов, ребят. То есть все для меня, для меня ход, вот, ход есть, заслонка у меня, заслонка у меня работает. Все, спасибо, отпускаем. Видите, проблема, ребят. Ну, некрасиво, правда же. Давай другой поставим. Нет, мы не будем ставить другой. Я не буду дышать бензином. Я поставлю этот. Мы сделаем красиво, ребят. Просим клиента покачать бензонасос. Смотрите, ребят. Сильнее, сильнее, сильнее. Для меня, видите, какая струя мощно должна быть? Спасибо, все. Вы видели, какая мощная струя толщиной во весь диаметр шланга? Вот, только в этом случае я говорю, что все нормально. Если там, ну, там текет чуть-чуть, то это для меня уже проблема. Я думаю, почему происходит? Нет, нет, ничего не надо. Вот сюда я вставляю, ребят. Не надо. Спасибо. Все люди стараются помочь, короче говоря. Ну, приятно. Конечно. Приятно, но мне это излишнее. Теперь мы делаем вот что, мои хорошие. Мы берем крышку. Дальше. Уровень у нас ниже нормы. Помните, я сейчас даже оставлю свой, будем говорить, клиенту свой автограф. Вот, сейчас видите, по нижней полочке, да, у меня? Вот у меня сейчас по нижней полочке. Вот верхняя полочка. А истина она, вот она, ребят. Середка. Середка, ребят. Вот я сейчас ему даже оставлю свой путь, свою автографу на долгую память. Вот нам. То есть, сейчас у меня ниже, это хорошо. Так, мы вставляем крышку, одеваем, одеваем крышку. И что мы делаем? Одеваем шланг, естественно. И просим клиента нам, что сделать? Завести мотор. Сейчас, секундочку, вставляем вентиляцию, ребят. Очень важный момент. Ребята, здоровье прежде всего. Его не купить, друзья. Одеваем. Дальше включаем, включаем вентилятор. А, извиняюсь, слышали щелчочек, да? И просим нашего уважаемого клиента завести машину. Старкер. Ну что, друзья, смотрите дальше, ребят. Что делаю я? Я беру свою любимую баночку, вырезанную из простой бутылки из-под молока. Смотрите, ребят. И сливаю, смотрите, как аккуратненько. Вниз, видите, струйка идет. Ну, понятно. Вот, слил, долил бензин, потому что, чтобы он мне там нигде не вытек у меня. Так, убрали шланг на место. Ничего не надо, спасибо за... Все хотят помочь, спасибо. И теперь что делаем, друзья? Теперь вскрываем карбюратор. Аккуратненько вскрываем. Что вы видим? Мы видим, что четко по моему автографу, друзья. Значит, идеальный бензонасос у меня идеальный. Значит, у меня здесь все идеально, друзья. Все, вопросов нет. Дай бог. Ну, проблемы еще есть, мои дорогие. Я еще слышу кучу проблем. То есть, там еще аритмия в сердце страшная, ребят. Этим мы сейчас и займемся. Ну что, ставим крышку теперь. Одеваем нашу... Это неудобно, но чтобы... Ну, понятно, то есть, одеваю телескопичку. Вот, одел, да? Так, вот так вот надо. Непривычно для камеры мне. Вот так. Вставили телескопичку. Теперь одеваем. Так, одеваем сразу пусковое. Не задумываясь. Все. Одеваем шланг, который он хотел заменить хозяин. Вы что, такой шланг? Ему сто лет еще работать и работать. Он еле одел его. Плотный, хороший, качество. Столько лет не бежал. А сейчас такого качества отвратительного. Ну, вот, ребят. Затягиваем. Проверяем. Так, проверяю я. Вот, я начинаю прокручивать. Видите, он не крутится. Поняли? Все. Здесь идеально. Все, что мы сделали с карбюратором, это достаточно вполне. Все идеально. Жиклеры проверены. Уровень выставленный. Самое главное. Сейчас мы с вами займемся сердцем трамблером. То есть, теперь у меня рот, десны, зубки у меня все не кровоточат. Ну, будем говорить праздник. Сейчас мы с вами займемся трамблером, друзья. Включили мы с вами осциллограф. Подали на его питание. Где у меня там питание, показать вам питание всем? Вот, я включил его в розетку. Так я делаю. Дальше включил. Сейчас питание подал на сам Мотодок 3. Видите, Мотодок 3. На, так называемый, мотор-тестер. И подал на него питание. У меня стационарность тележки. Видите, как удобно? Я подкатил, и у меня все на месте. Накидываем датчики. Значит, синхронизирующие на первый цилиндр. Мы будем вести отчет кардиограммы от первого цилиндра. Их четыре, поэтому нам надо знать, какой был первым, какой был третий, какой четвертый. Это нам позволяет делать не что иное, как синхронизирующий. И один из универсальных датчиков, так называемый, емкостных, мы ставим на центральный провод. Так, вот так. Включаем. Дальше активируем. Делаем его активным канал. Активным. И просим клиента завести на машинку, пожалуйста. Синхронизация у нас внешняя, ребята. Заводим, пожалуйста, машину. Ребята! Ребята! У меня праздник! Господи божему, ребята! Надо же, надо же! Как повезло-то, а! Здесь не рыться под вечер. Смотрите, мои дорогие. Какое качество искры, вы представляете? Ну вот, вот немножко. Какая цилиндра? Один, три, четыре, два. Во втором цилиндре, видите, проблемка, ребят. То есть искра ляля, но второй проблемный. Глушим, пожалуйста. Вот видите, как что-то позволяет нам делать кардиограмму, ребят. И ведь клиент уже понятно. Вы же видели, да? Что все ровненькие, а этот, ну будем говорить, ненормальный какой-то. Его смотрим в первую очередь визуально. Снимаем. Смотрите, новый я поставил. Дорогой мой, с таким, как у вас, качеством топливной смеси, что приготовили, у вас убить это дело 5 секунд, понятно, да? Я понял вас. Это как обкормить человека с большим пузом, рвет. Ну вот вы, говорит, поставили новый свеч. Новый я неделю назад. Ну, друзья, ну видите, да? Да. Но это не говорит о том, что она не рабочая. Пойдемте дальше. Есть такая мне машина, называется пескоструйная машина. Да, вот она была, свеча. Так, подсоединяю. У меня все времянка. Видите, как сделано специально? Я вставляю туда, соединяю его напрочь. Дальше. Заталкиваю в жерло пескообрабатывать. И включаю, и включаю. Видите, да? И пошла обработка. То есть, чтобы она везде брала, а песочек бил, я вот тут по кругу немножко. Ну что, так, вытаскиваем и смотрим, ребят. Ребят, отворачиваем. То есть, те, работают нормально, они очистятся. Друзья, обязательно хорошенько, обязательно хорошенько продувайте. Если на резьбе микронная будет песчинка, которая была, да? Она заклинит в резьбе и будет закус. Вы поймите правильно. Потом не завернуть, только даже обламывать. Поэтому обязательно очень мощная продувка, ребят. Не только там, но и сельские резьбы. Вот так вот, друзья. Было, стало. Так, зазоры, ребята, идеальные. Да, я вроде делал. Зазоры идеальные. Молодцы. 0,8. Молодца. Я на глаз вижу, да, все хорошо. Это, полотно по металлу. Так, ребятки, заворачиваем. Это я так быстро заворачиваю. Это не вскоре на съемке, ребят. Поверьте мне. Одеваем. Так, дальше что мы делаем? Смотрите. Это мы убираем. Сейчас вам. Это мы убираем. И просим нашего уважаемого клиента снова завести машину. Смотрите, секундочку. Я ничего не трогаю, да? Я даже не провода ничего, ребят, не трогал, да, Вить? Да, да. Фокус такой, да? Смотрим. Заводим машину, пожалуйста. Что скажет маршал Жуков? Прекрасно. Ребят, вот вам, пожалуйста. Вот, друзья, для чего нужен мотор тестера. Мне говорят, там понтуешь со своими приборами. Нет, ребят, я просто работаю. У меня стояли очень... Слушаем, пожалуйста. У меня было очень много работы, стояли люди, просили помощи. Вы понимаете? Одного... Вот сейчас товарищ говорит, надо в сад везти, да? Бабка сказала, в сад надо. Вот кого надо дочь везти в больницу. Понимаете? Меня люди умоляли. Стояли по 15 машин стояло. И я был вынужден, вынужден думать, как как можно быстрее... Не в ущерб качеству, как можно больше сделать машин. Поймите меня правильно. Это не понты. Вот, пожалуйста, вы сами видите. Вот обороты. Вот, пожалуйста. Все, я никуда. Вы понимаете? Я за какие-то доли секунды, я вижу, у меня катушка идеальная. У меня провода идеальны. У меня свечи сейчас идеальны. Пока у меня не было мотор-тестера, вы поймите правильно. Да, я смотрел на искру, на просвет. Да, вроде бы пробивает, вроде бы голубенькая. Но, что делал? Я садился на машину после этого. Проезжал ее. И если она дергалась, что я приходил... Ну, давайте свечи поменяем. Опять поменял свечи, поехал. Опять дергается. Давайте провода поменяем. Так, ага, опять поехал. Опять дергается. Ну, давайте катушку, представляете, какой идиотизм. Там бегунки, все это дело. Ребята, вот, пожалуйста, друзья мои. То есть, я сейчас даже вот очень редко прокатываюсь на машинах. Потому что зачем мне катиться, я знаю, что она полетит. Вы понимаете? Она сразу чувствуется. Так вот, видите, что сразу чувствуется? Вот, видите, улыбка у человека, да? Вот я жизнь проработал и столько... Вы понимаете, как говорится, удовлетворить женщину, ну, да будем говорить, это... А вот мужика удовлетворить, чтобы он заулыбался, был счастлив. Ребят, это намного труднее. Я даже не ожидал этого. От меня люди уезжают, ну, будем говорить, счастливыми. Это, и это, вот это мне главное, главное мне... Понимаете, деньги, да, деньгами, но вот это лица людей... Да, потому что уровень другой, да. Я бы ни за что это не сделал. Вы поймите правильно, ребят. Ведь я тоже, допустим, я, ну, ездил на операцию в Москву. То есть, я поехал, да, никому там увидел мужика в белом халате, да? А он, может, там, ну, или полы моет, или баночки там... Он так же в халате в белом. Я же поехал, ребята, к профессору. Так и я свой труд уважаю, потому что все-таки 37 лет я занимаюсь этим делом. И занимаюсь творчески. Все-таки я вам хочу показать, друзья, мои патенты. Это вот мои патенты, изобретения, патенты по карбюраторам. Ребята, пожалуйста, прочитайте, кому лень, остановите, прочитайте. Ну, сертификат, да, допустим, второстепенно. А вот, понятно, да? С чего я начинал? Это был 87-й год, еще далеко-далеко до того... Далеко-далеко было. Мои изобретения были далеко до того, пока я не построил мастерскую и не начал работать с машинами, с клиентами. Надо любить. Молодец. Молодец, молодец. Спасибо, мой дорогой. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Это точно русская машина. Как эти говорят? Русская машина. Ведро с болтами. А смотрите, сколько всего надо. Смотрите. Я пользуюсь чем? Ну, приборы мои помощники. А вот без них? Без них дольше. Выставляем зажигание теперь, друзья мои. Зажигание электронное. То есть, уже, видите, стоит у него электроника. То есть, датчик холла. Вон, три провода. Катушка, естественно. Для бесконтактного зажигания. Ой, ребята. Сразу геморрой. Смотрите сюда, мои дорогие. То есть, трамлер поставлен так, по-дурацки, что мне свечу-то не вывернуть. Ребят, как вот мне вывернуть? Я даже, наконец-то, не могу снять, мужики. Вы понимаете, что стоит неправильно. То есть, к сожалению, на «Жигулях» можно как угодно поставить. И вот поставили его, по-глупому, по-дурацки поставили. Вот должно, где быть этот грибочек, быть вакуумника. Я это уже сразу заметил. Вот, поэтому сейчас мы, конечно, посмотрим зажигание. Вот, и переставим его. А может, даже давайте сразу переставим. А то я уже эту свечу заворачивал, я гаечным ключом. Так я хотел только сказать, что только гаечным ключом, ребят. А, я тут это. Все, братцы, мне это совсем не нравится дело. Для меня это. Зачем мне такая глупость нужна? Сейчас мне свечу-то надо, как говорится, благо я проверил, свечу мне не надо выращивать. А если мне сейчас свечи были плохие, показали бы. Вот, как бы, вот что делаю я, ребят. Смотрите, я беру, просто ослабляю гайку, очень сильно ослабляю гайку, очень сильно, почти до конца. Может, даже придется снять. Дальше придерживаю, смотрите, ну, понятно, вот так вот, да. И поворачиваю, смотрите, провод. Видите, как я делаю? Вот я делаю. То есть, я ничего не меняя зажигание, просто я грибок выставил, чтобы у меня был доступ. Первый, не у меня, мне сюда не лазить, ребят. Здесь у меня нормально, я сюда не полезу. У меня провод свечает клиенту, вы понимаете? Клиенту, ему. Я говорю, я мучился сколько. Да. Чтобы сначала открутить его. Ну, вот ошибка. Глупость одних, как говорится, заставляет работать других. Все, ребята, здесь у меня нормально все село. Так, и сейчас выставим зажигание. Друзья, не забывайте, вот видите, я ставлю, да, у меня шланг специально выведен из-за ворота. И вот шланг цапуна. Я, видите, одеваю. Не забывайте удалять газы. Эти газы вреднее, даже чем выхлопные. Так, подсоединились. Смотрите, у меня появилось питание. Так, заводи машину, пожалуйста. Так, друзья, подключили стробоскоп. И смотрим зажигание, друзья. Офигальное зажигание. Сейчас я сделаю трамлер чуть-чуть попозже. Видите, да? Смотрим опять. Так. Так. Ребят, все идеально. Чуть-чуть ошибся. Вот так вот, представляете, какими микронами приходится работать. Вот, видите, средняя метка, друзья. Вот три метки грязные, да, вот. И метка на шкиве. Видите, идеально. Вот сейчас я попал в ноль. Что я делаю? Я беру затягу, зажигание я выставил. Затягиваем трамблер. Вот так вот, ребят. А теперь задача нам с вами проверить центробежный автомат стружения зажигания. Смотрите, ребят. Вот, смотрите. Вот она, меточка. Вот меточка. Все правильно. Так. И теперь я добавляю обороты, ребят. Так, ребята. Теперь одеваю вакуумный. Центробежный сработал. Вакуумный. Ребят, вакуумный не работает почему-то. Глупо. Зажигание мы выставили. Теперь получается, что мы, когда потихоньку добавляем обороты, у нас центробежные грузики расходятся, зажигание делается раньше. Ну, видели, меточка на шкиве пошла кверху. Второй вариант. Это я поставил вакуумную трубку, да, и, к сожалению, сработки не было. Почему? Сейчас будем разбираться. Нету вакуума. Сейчас вы все увидите, что нету вакуума. Есть такая проблема на старых машинах. Этот канал забивает. Бывает, что он порванный. Бывает, этот канал забивается. Берем клизмочку. Ну, чтобы вам видно было. Я-то могу на палец проверить. Смотрите, ребят. Ребята, он забитый, ребят. Он забитый. Канал забитый. Смотрите. Слышите, да? То есть проблема. Ребят, попробую сейчас прочистить его. Я делаю это вот так, ребят. Я брал маленький молоточек. Брал заточенную пику, так называемую. Искал там отверстие канал. Искал. То есть вот так вот шевеля. Опа, попал в канал. И что делаю я? И видите, да? Ушел. Вот таким. Таким образом я прочищал. Поняли, да? Сейчас надо его пошевелить и вытащить. Так, ребята. Вот, смотрите, сколько грязи, ребят. Канал забитый. Ну, давайте сразу одеваем его. Заводим машину, пожалуйста. Вот нас теперь отдела это. И смотрим клизму. Заводим. Если она сожмется. Друзья, кто скажет, что я не молодец, а, ребят? Ой, молодец. Я молодец, ребят. Руки золотые. Друзья мои. Ну, получилось. Когда мы стоим на холостом ходу, вакуумник не должен срабатывать. То есть, отверстие над дрочной заслоночкой на этот канал, этого канала. А когда я чуть-чуть нажимаю, это попадает, заслонка приподнимается, и это отверстие вакуумного октан-корректора попадает в зону вакуума. И вот, видите, вы видели, да? Сейчас я вам это еще раз продемонстрирую. То есть, на холостом ходу. Заводим, пожалуйста, машину. На холостом ходу она не будет сжиматься. Она не будет. Это для вас, ребят. Я это пальцем проверяю. Заводим, пожалуйста. Видите? Ала ничего не работает, ребят. Только я добавляю обороты, друзья. Чуть-чуть. Все, спасибо, глушим. Вот. Ну, молодец. Ну, я не колдун, я только учусь. Только колдун. Я не волшебник, я только-только учусь. Ребят, представляете, как с людьми, мне говорят, как ты с людьми работаешь. Да вы знаете, вот так и работают. Он улыбается, я улыбаюсь. Мне нравится от того, что я дело-делаю хорошо. Людям нравится, что их машины хорошо работают. Поэтому... Я не ожидал этого. Мне клиенты, ребят, мне клиенты не мешают. Честное слово. Сейчас вам покажу, как без скробоскопа. Ну, чтобы... Что бы делал скробоскоп? То есть, когда бы я нажимал чуть-чуть газ, у меня бы зажигание резко бы метко на шкиве бы. Отскакивало бы кверху. Буквально настолько. А я сейчас вам покажу, как проверить его без всяких этих премудрость. Одеваем шланг. Смотрите, дорогие мои. Дальше. Убираем приборы. Ну, мы теперь же крутые. Мы же теперь все умеем. Снимаем все. Так. Убираем стробоскоп в сторону. Дальше. Просим клиента завести машину. А сами делаем чуть-чуть подсосик делаем. Вот так вот, ребят. Заводим. Стоп, стоп. Что я сейчас буду делать? Смотрите. Если я сейчас на холостом ходу буду заводить, то вакуума не будет. И, в принципе, никакой реакции не будет. При снятии, одевании шланга. Понимаете меня, да? А в связи с тем, что я заслонку-то поднял, у меня заслонка как раз приподнялась. И это отверстие для вакуумного корректора, оно оказалось в зоне разрежения. И сейчас что я буду? Я буду снимать шланг, да? Вот сейчас вот обороты будут одни. Я буду снимать, а обороты будут падать. Уж зажигание будет позже. Я буду одевать, а обороты будут возрастать. Вот так легко проверить и диафрагму, и работу. Заводим, пожалуйста. Убираем. Слышите, ребята, обороты прибавляется. Вот теперь у меня с тромлером сердце теперь мое. Мое теперь сердце спокойно, что это сердце здоровое. Что мы теперь делаем? Ну, нужно грех не смазать. Значит, если бы у меня было бесконтактное зажигание, то я бы смазал две точки. Я бы смазал и подушечку, которая смазывает кулачок прерывателя. Вот здесь этого нету, здесь датчик кола. Значит, я открыл, вот смотрите. Значит, я сюда заливаю. Пока не потекет. Это смазывается канал, проходит насквозь. Видите, да? Все. И что делаю дальше? И здесь пыльчик специально. Я закрываю его. Обороты маловаты. Мы маленько добавили. Ребят, выворачиваем количество. Качество смеси добавили. И теперь переходим к регулировке. Качество смеси. Смотрите, я заворачиваю. А смотрите, ничего, прибор не меняется. Вот только пошел, да? Теперь мы находим горочку, как Наиль Порошин говорит. Смотрите, нахожу горочку. О, ребята, горочка далеко. Надо убавлять обороты, ребят. Очень большие обороты, ребят. Мне надо примерно 860. Я убавляю. Смотрите. Вот я убавил, ребята. И опять ищу горочку. Ищу горочку. Смотрите, я заворачиваю. Так, 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 заворачиваю. Видите, начало падать. Опять отворачиваю. Ищу горочку максимальную. Вот я нашел горочку, ребята. Нашел горочку. Дача не прибавляется. И начинаю потихоньку, потихоньку заворачивать, чтобы обороты маленько упали. Чуть-чуть, ребята. Чуть-чуть. Смотрите, вот. Вот и все, ребят. Процентов на 10, совсем на 10%. Вот, ребята. То есть я заворачивал, пока смесь не объединилась. В общем, пожалуйста, я нашел положение при нормальных оборотах, где была горочка. И чуть-чуть задушил, обединил смесь. И ЦО при этом приходит в норму. Примерно где-то будет полтора процента ЦО. Так что вот так это делается. Останется только нам проверить пусковое устройство. Не проверить. Проверить. И если надо будет, отрегулировать. Еще раз просим клиента завести машину. Как я делаю? Сейчас, секундочку. Я расскажу, как я делаю. Ребят, что делаю я? Я беру. Значит, у меня отвертка любым ключом. Ну, пальцем можно. То есть, я нажимаю на рабочий мотор. Сейчас, когда заведется он. Нажимаю на рабочий, когда он будет работать. До конца. Смотрите. Чтобы мотор не захлебнулся, я пальцем как бы искусственно вместо вот этой, вместо вот этой, будем говорить, диафрагмы, которая управляет, я вместо нее оттягиваю заслонку. Понимаете, чтобы она не захлебнулась. Дальше я должен отпускаю, когда ее, да. И обороты опять должны чуть-чуть упасть. Вот чуть-чуть буквально. То есть, мотор на горячую, он должен обжираться. Он должен захлебываться, и обороты будут падать. Понимаете? Зато на холодную это будет, это будет персик. Поняли меня? Давайте сделаем, как это в натуре. Пожалуйста. Заводим. Выбираем заслонку, ребята. Ну, все, как я говорил, давайте. Заводим стартер, пожалуйста. Как я говорил, вытаскиваем до конца. Ребята, вы слышали, какие сумасшедшие были обороты? Мы берем и подгибаем вот эту тягу. Сейчас я вам покажу ее. Друзья, вот этой тягой, вот этой тягой, то есть, вот этот привод, будем говорить, пусковое устройство, видите, нажимает на первичную заслонку. Что мы делаем? Мы вот так вот берем и тягу, смотрите, ребят, тягу и сгибаем, смотрите, ребят. То есть, мы делаем ее короче. Видели, я загнул ее, да? То есть, я сделал изгиб и загнул ее, сделаю короче. Заводим опять. Сейчас пока не добьемся, ребят. Заводим опять. Стартер. Друзья, вы видели, да? Оборота я выставил. Замечательно. Там 3700, это самый праздник, да? Оборота я выставил, друзья. Но видели, никакой реакции не было. То есть, что я нажимал, что не нажимал, не было реакции. Это о чем говорит? О том, что заслонка недостаточно закрывала, и она не обогащала смесь как надо. Вот так просто. Вот так просто я 30 лет регулирую, ребят. Регулируется это дело уже другим винтиком. Вот этим винтиком, сами знаете. Не винтиком, а заглушкой, прошу прощения. Убирается заглушка, и там внутри находится винтик. У меня специальная отвертка заточена для этого дела. Видите, как узенькая. Почему она такая узенькая? Чтобы было удобно это устройство. Вот я нашел шлиц, ребят, смотрите. Ну, я даже уже предварительно заверну, потому что мне явно не хватало. Слышите, с каким шелчком красивым пошла она, да? Я сейчас сделаю предварительно несколько витков. Смотрите. То есть, я уже винт, этот винт, он не дает заслонке дальше открываться. То есть, как бы упор заслонки. Заводим, пожалуйста, машину. Значит, чтобы пробку не ставить, я держу обычно пальцем. Вот так вот держу пальцем. Смотрите, ребят. Заводим. Давайте теперь посмотрим, ребят, по прибору. Смотрите, что делать. Я до конца на горячий мотор, ребят. Смотрите, до конца. Вот так просто я регулирую уже 37 лет пусковое устройство. То есть, на горячую, да, она обжирается, обороты падают. Ну, сами видели, как, когда я добавлял воздух, так, больше, чем отрегулированное, она прибавляла обороты. Вот таким образом я регулирую пусковые обороты. Ну что, друзья, все получилось. Молодец. Спасибо большое, Володя. Да на здоровье вам, дорогой мой. Теперь наступает, друзья, мой момент, момент, когда я вам скажу, в каком состоянии поршневая. Друзья, в чем суть? Как проверяется, очень просто проверить поршневую. Кто-то покупает там на базаре машины. Значит, картерные газы, это газы, которые, будем говорить, газы, которые прорвались между кольцами и гильзой в картер. И если поршневая плохая, ну, кольца плохие, там, или перемычки, там, в общем, если проблема с поршневой, то этих газов много. И когда я их подсоединяю, ну, просто все сделал, отдел воздушный фильтр, корпус, да, подсоединяю его сюда, у меня машина, ребята, ну, в худшем случае глохнет. Когда немножко поршневая изгажена, тогда просто, ну, уменьшается оборотик. Вот. И теперь что мы делаем? Ребята, ну, нет картерных газов, смотрите, ребят. Сейчас я вам даже покажу обороты. Это вот обороты холостого хода. Смотрите, я как бы сейчас закрываю, смотрите, мои дорогие. Ребята, ничего не меняется, ребята. То есть зря человек этим говном дышит, зря. Видите? Слушаем. Поршневая хорошая, да? Шикарная поршневая, шикарная поршневая. Вы же видели, практически ничего не поменялось. Масло менять надо. Значит, по маслу, какое вы собираетесь масло заливать? Ну, я считаю, лукоил на Жигуле. Ну, лукоил разный бывает. Есть лукоил густой, есть жидкая. Погуще надо на лето. А какое погуще? Ну, я не знаю, подскажу вам. А вот теперь идите сюда, ребята. Специально для клиентов. Специально для клиентов, друзья. Налито. Я рекомендую. И сам лью. 20В50. Вот цифры важные. Вот, важно, ребята. Вот, 20В50. Вязкость, густое масло. Вот он спросил, густое. Вот. А то мне приезжают, жара июльская, да? Приезжают. Сапун выброшенный. Ой, поршневая. Мне сказали, все, надо менять. Менять поршневую, да? Я говорю, какое масло? 5В. Я лью. Там, бритыш, там, какой-нибудь, там, мобил, там, 5В40, 5В30 лью. Мне как сказали, да? И получается, что он берет зимнее масло. Да еще, всю зиму оно проработало. Черт возьми. И получается, что он на воде. И еще удивляется, что у него поршневая плохая. В чем суть вязкости масла? Объясняю вкратце. Вот такой вот, будем говорить. Ну, возьмем за дельту, возьмем вязкость масла, идеально для мотора. Вот она, вот уровень. Вот такой должна быть вязкость. Зимой мы заливаем жидкое масло. Оно замерзает, загущевает, приходит в норму. Понимаете, в чем дело? Летом мы заливаем густое. Оно нагревается, разжижается, приходит в норму. Ребят, большой идиотизм, самая большая дурость. Залить пятерку зимнее, оно нагрелось, ушло дальше. А потом смотришь, приезжаешь, приезжают сапун снятый. Ему сказали, надо поршневую менять. А он, извините меня, сам убивает мотор. Ему просто говоришь, что у вас не мотор, у вас праздник. И верят мне, верят самое главное. Не же, верят. Вот я сейчас только, я тоже думал, что двигатель пиздец. То есть двигатель плохой думал? Да. Да, Волга, честно я тебе скажу. Ну что, батенька, отладили. Давайте прокатимся. С удовольствием проедем на вашей машинке. Еще посмотрю, как сцепление работает. То есть, посмотрю, как динамика. Конечно, проедем. Так, убираем. Хорош! Садитесь. Так, ребят, ну давайте посмотрим, что получилось. Уже один хрусток, я уже слышал, уже нехороший хрусток. И знаете, скорее всего, что это, ребят? Этот хрустик, скорее всего, не что иное, как, видимо, вот эти салентблоки, балка, нижний рычаг. Ну, скорее всего, да. Да, там надо будет подтяжечки сделать. Видите, здесь не салентблок, а именно крепление. И рычаг подхрустывает таким вот образом. Ну что, давайте проедем. Посмотрим, к сожалению, тут дожди прошли. Вообще прекрасно работает. Ну что, давайте посмотрим. Есть проблема, ребят. Я немножко недоволен маленько мощностью, но, то есть, надо проверить фазы. Товарищ обещал приехать на клапана, буквально день-два ему, ну, поездит. Страшного ничего нету. И мы, отрегулировав клапана, и проверим визуально, как стоит цепь. То есть, не стало, он спешит, во-первых, не стало подключать мотор-тестер, проверять фазы. Так что, всех вам благ. До свидания. Всех благ. Ради бога, позвоните, все сделаем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова